Да, в этом году у нас 29 лет, что мы с мужем в браке живем, и у нас сейчас к этому юбилею я приготовила как-то чуть-чуть свидетельство о том, как Бог нас вел, и хочу это с вами поделиться. У нас четверо детей, у нас было сначала три девочки, очень быстро так, после того, как мы женились, были у нас дети, и один за другим, потом чуть-чуть маленькая пауза была, потом мальчик. Но перед тем, как мальчик родился, мы просили Бога, чтобы он нам подарил мальчика, потому что мы как-то, особенно я себя как-то желала сильным сына, но не знали, это Божья воля, но он нам подарил сына, да, и мы его посвятили ему и сказали, что мы хотим, чтобы он для него рос. И вот так воспитывали детей и старались, и в церкви были члены, и жили вот нашу крестьянскую жизнь так. И было как-то не так легко, конечно, потому что вот все вот своей трудом, вот так свое, вот как-то что-то так тяжело было всегда. И потом дошло до того, что я в депрессию попала. Прям вот, ну, как-то... Хотя я всегда знала, что Бог со мной, и что вот он меня не оставляет. Даже вот эти трудные минуты, когда я вот не хотела дальше жить, и я знала, что он все равно вот как-то меня какая-то защита, чтобы я себе ничего не сделала, чтобы вот он меня всегда как-то не оставлял. Хотя вот было очень трудно, да. Ну и потом, когда в какой-то момент, я вот не буду все так подробно рассказать, чуть-чуть укоротить, открыла Библию, и этот стих от Яна 5.39 мне в глаза бросился. «Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь, но и они говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь». Я когда это прочитала, я думала, как? Я же верующая, я же член церкви, я пою в хору, я делаю с детьми там занятия, я для Бога стараюсь, тружусь. И вот разве это для меня сказано, что я не хочу к нему прийти? И вот он мне как в сердце говорит, я тебя хочу, я не хочу твой труд, я тебя хочу, я тебя люблю, я за тебя умер. И твоя жизнь должна для меня посвящена быть, не твой труд, ты сама. И когда мне это так стало понятно, в каком я состоянии, мне так, я на колени пала и просила у Бога прощения, что я так долго для Него трудилась, а не с Ним. Я не давала мою жизнь Ему, чтобы Он мог прославляться, и чтобы Он меня ввел. Как-то я все сама хотела в руках держать. Моя жизнь была похожа на такую машину, очень крепкую машину, о которой я мотор не заводила, а я вот ручник быстрее всего еще притянула и толкаю эту машину. Вот так вот это моя жизнь была. Поэтому и так трудно, поэтому и до прессии дошла. И когда мне это все стало понятно, я у Бога просила прощения, и Он мне открылся, и Он мне так по-любовному показал, шаг за шагом, где надо убираться, где надо что-то исцелять и изменять все. И Он так здорово ведет, и так очень-очень чудесные пути. И вот Он каждый день сейчас по-другому. Когда вот это после этого, я считаю, это возрождение выше, это просто стало солнце светлее светить. И я услышала, птички поют. Я увидела цветы, они намного красивее, как будто все изменилось, вся моя жизнь. Я думала раньше, если там кто-то рассказывал, они были алкаши или там наркоманы, и у них вот покаяние произошло, и они изменили всю жизнь. Вот это я думаю, о, вот это покаяние. А у меня такого не было. Я такого не пережила. А вот когда это у меня случилось, думаю, и я была такая же грешницей. Это же не разница, или мы там алкаши, или мы от чего-то другого зависим. Я зависела, наверное, от людей, от того, что они о мне говорят. Я хотела людям понравиться. А в самом деле был самый главный вопрос, что Бог от меня хочет, где Он мне хочет. И вот сейчас Он меня ведет, Он мне показывает, если Он мне говорит это сделать, и мне показывает путь, Он мне дает силы для этого. Он не ожидает ничего от меня, что я не могу сделать. Он все мне дает. Он дает силу, волю, и все мне. Я только Его хочу прозглавлять. И мое сердце полное благодати, полное благодати. Он мою жизнь полностью изменил. Он сделал радостную жизнь. И сейчас мне не надо заставлять себя читать Библию или молиться. Это все идет совсем по-другому, потому что Он мой путеведитель. Он моя жизнь стала. И это совсем по-другому все. Это я Его хочу благодарить во веки веков. И только Ему слава во веки веков. Он великий Бог. Он жив, и Он придет скоро, и мы ждем Его, и мы Его любим. От всего сердца. Хочу Ему нравиться. Не людям, а Ему нравиться. Что Ему нравится, то и я хочу делать. Если в Библии написано, особенно для нас женщин, тогда я и хочу так делать, как она написана. Прямо вот так вот. Просто как дитё все это принимать, и ничего не изменять там. Вот как написано, так и верить. И Он так это благословляет, так чудесно это словами даже не опишешь. Я вам всем желаю такое же пережить. И не переставайте Его искать. Он сказал, что даже если мы Его ищем, Он нам награду даст. Что кто Его ищет, Он Его будет хвалить или награду давать. Он такой великий Бог. Ему достойна вся хвала. Аминь.